9 октября в храме Иоанна Богослова, который функционирует на базе Международной Академической Школы Одесса, с самого утра царила праздничная атмосфера. Все потому, что именно в этот день Православная Церковь чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В 2020 году наша страна получила образцовое учебное заведение, ориентированное на духовное воспитание детей. Первая божественная литургия в храме Иоанна Богослова была совершена ровно год назад. Это было историческое событие для всех православных Одесского региона. Предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий специально прибыл в Одессу, чтобы вместе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом осветить храм Иоанна Богослова и благословить школу будущего. Сегодня Международная Академическая школа Одесса и храм Иоанна Богослова предстали уже во всей своей красе. Вы знаете, это историческое событие. Все жители не только Одессы, но и в целом православные помнят этот день. И сегодня этот храм работает. Исторически закреплена одна-вторая табличка, что было год назад. Это, наверное, о многом говорит, что Одесса православный город, Одесса христианский город. Одесситы могут гордиться, что мы первые предложили такой проект, и он реализован. Вот сейчас ведется строительство храма, заканчиваем через год, дай Бог, мы его будем тоже освящать Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся. И завершится полностью все то, что мы наметили много лет назад. Ровно год назад нашу школу посетил митрополит Киевский всей Украины Ануфрий. Им был освящен храм, который находится в нашей школе Иоанна Богослова. И вот сегодня, 9 октября, мы отмечаем этот храмовый праздник в нашей школе. Пришли наши детки вместе с родителями. Это очень здорово. Президент нашей школы, основатель Сергей Васильевич Кивалов уделяет большое внимание духовному развитию наших детей. И мы считаем, что храм науки и храм образования, каким является наша школа, это неразделимые понятия для нас. В нашей школе и впредь будет уделяться большое внимание духовному развитию детей, прививать им семейные ценности, любовь, дружба. Эти понятия тоже неразделимы. И в такой замечательный день мы поздравляем всех с праздником. Тогда, год назад, храм не мог вместить всех прихожан, которые посетили праздник в честь Иоанна Богослова. Большинство желающих могли наблюдать за чином великого освящения в прямом эфире. Трансляция велась через большие экраны, установленные прямо во дворе школы. После литургии предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил прихожан с праздником и рассказал о жизни Иоанна Богослова. Митрополит Киевский и всея Украины поблагодарил за труды всех участников строительства храма и отметил наградами Украинской Православной Церкви. Затем блаженнейший Ануфрий осветил помещение Международной Академической Школы Одесса, которое насчитывает 22 тысячи квадратных метров. И высоко оценил современную инфраструктуру, которая была возведена буквально с нуля. Храм Иоанна Богослова достаточно молодой. В прошлом году у нас было освящение, которое возглавил блаженнейший митрополит Ануфрий Сонмиархиереев, был наш правящий владыка митрополита Гафангел. И сегодня первый год, первый год, когда мы уже подошли к какому-то рубежу, можем подводить какие-то итоги. И очень отрадно, что люди уже полюбили этот храм. Они приходят на регулярное богослужение, много детей, много учеников из школы, которые тоже спешат зайти, помолиться, поставить свечечку, приложиться к иконочке, и это не может не радовать. Учащиеся Международной Академической Школы Одесса при желании могут посещать факультативы и слушать лекции по истории религии, а также изучать христианскую этику. Духовные знания сегодня очень важны для подрастающего поколения. Они способствуют воспитанию в детях таких важных качеств, как сострадание, доброта и любовь к ближнему. Дети приходят на занятия, хотя это и факультатив, но ни разу не было, чтобы никто не пришел на занятия. Абсолютное большинство детей ходят сюда, в храм, и они интересуются. Больше того, хочу вам сказать, что наши первоклассники, начальная школа особенно, приглашают своих родителей. Я видел, был свидетелем того, что родители приходят вместе с детьми, по приглашению своих детей приходят в храм Иоанна Богослова. Я считаю, что это очень важно. Мне нравится закон Божий, логика рисования. А почему? Что это привлекает? Интересное занятие. Мне тоже закон Божий, логика рисования. Меня привлекает то, что это рисование, мне нравится рисовать, но иногда бывает. Но редко я рисую, но вот это логика, то, что там мне нравится. Я отгадала одну загадку, она мне всех плавала, очень понравилась. А закон Божий там очень интересный. Восьмой класс, это сейчас первый набор в школе. У нас, получается, параллель наша есть. И все, это получается А и Б класс. Я в этой школе первый год, меня до этого не было. Но я скажу, что мне очень нравится учиться в этой школе. У нас попался очень хороший и добрый класс. Мы все очень дружные. У нас христианская этика проходит по пятницам. У нас идет история Одессы и христианская этика. Есть еще христианская этика, плавание и финансовая грамотность. То есть не во всех школах такие уроки есть. По завершении праздничной службы во дворе Международной академической школы Одесса всех прихожан ожидали угощения, а также концерт, который подготовили ученики школы будущего и талантливая молодежь нашего города. Я люблю на звезды глядя, думать и мечтать. И потом в своей тетради небо рисовать. Рисовать в простору бескрайную стежку, в поле ржи. И хочу постигнуть тайну, что такое жизнь. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Духовному воспитанию не только школьников, но и в целом поколения 21 века команда почетного гражданина города Одессы Сергея Кивалова уделяет серьезное внимание. Начиналось все с первой студенческой церкви в Украине – храма святой мученицы Татьяны. А уже сегодня в Киеве возводится новый храм в честь покровителя всех учащихся преподобного Сергия Радонежского на территории Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия. Первый камень в основании храма также заложил блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Прихожане храма Иоанна Богослова видят эту работу и по достоинству ее оценивают. Первый раз, когда я попала более года назад, это был август месяц, я понятия не имела, что это за храм, я имею в виду, какого святого. Но у меня была такая пора души, мне хотелось еще прийти в храм. И узнав о том, что это храм Иоанна Богослова, а все мы знаем, что это самый любимый, самый приближенный апостол нашего Господа Бога, апостол любви. И с каждой службой, с каждой литургией, с каждым академством, приходя сюда, я могу вам сказать, что я ощущала прикосновение Его к своему сердцу. Батюшка уже рассказывал о том, что апостол Иоанн был любимым учеником Иисуса Христа. Он был молод, но он был чист, чист душой, чист сердцем. И он очень любил своего учителя. Он любил своего учителя, и он любил всех людей. Любил Бога, любил людей, и он это проповедовал. Поэтому его называют апостолом любви. Считается, что детям нужны точные гуманитарные науки, но не меньше часто нужно понимание, как быть человеком в современном мире, полном соблазнов, непростом. И даже такие, кажется, простые базовые вещи, как любовь, дружба, верность, преданность, доверие, прощение. Это вещи, которым не учат в обычных школах, как правило. Поэтому воскресная школа может многое дать детям. Одесса вообще на сегодняшний день является одним из таких православных центров Украины. У нас очень много храмов, несколько монастырей. Господин Кивалов, я считаю, сделает большое дело, помогая в этом всем. Благодаря ему наш храм появился. Пусть Господь даст ему сил и возможности дальше творить благое дело. За столь непродолжительное время храм Иоанна Богослова очень полюбился одесситам. Сегодня это один из центров духовности, который объединяет православных верующих и выполняет важную миссию по воспитанию подрастающего поколения, которая чтит православные традиции и имеет правильные духовные ориентиры. Я искренне поздравляю всех прихожан, всех одесситов с нашим светлым праздником, праздником Иоанна Богослова. Пусть вы будете все здоровы, счастливы. Я хочу, чтобы в ваших семьях, в ваших домах всегда был мир, добро, уют и благополучие. С праздником вас, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok